САТУРН-1 По производству металлоконструкций для таких гигантов, как Белорусская и Российская железная дороги, Беларусь-Калий и Беларусь-Нефть. В прошлом году был открыт еще один цех, построенный за собственные средства. Устаревшее оборудование, к слову, на Сатурне увидеть практически невозможно. Чтобы соответствовать требованиям партнеров, необходимо работать по современным технологиям. Развиваем сбыт свои продукции на российский рынок. На данный момент работаем с Тихвинским вагоностроительным заводом. Это инновационные новые вагоны, они делают так, и мы поставляем свою продукцию. Заключили сейчас договор на поставку двух цепей, это Урал-Калий. Адам Ашомка хорошо известен жителям агрогородка Боровое Лельческого района. Здесь родился, окончил школу, а после армии стал работать в местном колхозе. За плечами 46 лет в сельском хозяйстве, и все это время Адам Михайлович отработал на одном предприятии. Прошел путь от механизатора до начальника машино-тракторного двора, открытого акционерного общества «Звезда Полесья». Адам Ашомка не только ответственно подходит к выполнению своих служебных обязанностей, но и стремится всегда помогать местному населению. Более 10 лет является депутатом Боровского сельского совета. Принимает активное участие в благоустройстве населенных пунктов. На 6-м Себелорусском народном собрании делегат от Лельческого района хочет поднять вопрос поддержки молодежи на селе. Если создать условия городской и в сельской местности проживания, то возможно молодежь пришла бы работать в сельской хозяйстве. А так выезжают в город. Надо создать условия приятные, чтобы они больше оставались в сельской местности. Татьяна Котлобай более 30 лет работает в сфере здравоохранения и хорошо знает, какой должна быть медицина в сельской местности. Новая Ялчанская амбулатория, где работает делегат от Брагинского района, открыта в конце 80-х годов. С того времени прошло 4 реконструкции, в результате которых учреждение не просто приобрело красивый облик, но и стало по сути современной сельской больницей дневного пребывания. Тут даже с пандемией коронавируса справились практически самостоятельно. В ЦРБ отправляли лишь несколько человек, остальных лечили на месте. Жители деятельности амбулатории довольны и просят делегата Всебелорусского собрания позаботиться о сохранении медицины на селе. Татьяна Котлобай полностью поддерживает односельчан. Зуболечение. Сегодня физиолечение. Сегодня лечение в дневном стационаре. Сегодня сдать анализы, сделать кардиограмму. Попасть на прием к доктору – это же не должно быть космосом. Это должно быть нашей жизнью. Это должно быть ежедневным посылом медицины для сельского жителя. Я считаю вообще, что та система, которая есть и существует, ее ни в коем случае нельзя трогать. Может быть, модернизировать, где-то что-то добавить, где-то что-то еще более развить, инновационные какие-то методы применить. Я считаю, что это будет более правильно. И, едя на этот съезд, я, конечно, выражаю волю своих земляков. Люди понимают, что о них заботятся. И я считаю, что, конечно, сохранение той системы сельского здравоохранения – это будущее нашей страны. А Людмилу Егорову на форуме будет интересовать тема развития системы образования. Более 10 лет делегат от Реческого района возглавляет местный педагогический колледж. Сегодня здесь обучается 400 человек, которые будут учителями английского и немецкого языка, а также воспитателями дошкольных учреждений. В систему образования, по мнению Людмилы Егоровой, нужно вносить коррективы по нескольким направлениям. К примеру, в педагогическом колледже прием осуществляется только по конкурсу «Свидетельство о базовом образовании», по результатам которого на бюджетные места могут попасть учащиеся, которые изучать иностранные языки на профессиональном уровне не смогут. Кроме того, больше внимания нужно уделять психологической подготовке учителей, уметь быть дипломатичными и гибкими в возможных конфликтных ситуациях. Сегодня важно, чтобы все вопросы, все диалоги, которые спорные вопросы, могли бы решиться здесь, внутри учебного заведения. Поэтому сегодня очень востребована такая, такой центр в школе, в любом учебном заведении, как центр медиации. Это центр, где учат выходить из конфликта. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы мы умели вести диалог. Любое обучение, любое воспитание всегда начинается с диалога. Мы должны услышать, чего хочет учащийся и должны помочь ему достичь того, чего он хочет. Но главное, он должен об этом сказать. Шестое Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11 и 12 февраля. Напомним, Гомельскую область на форуме, который определит дальнейший вектор развития нашей страны, представят 310 человек. Дмитрий Котов, Новости недели.